Совместное производство снарядов, противовоздушная оборона, дроны и передачи истребителей F-16. Министр обороны Украины Рустем Умеров после 19-го заседания контактной группы по обороне Украины заявил, что украинская группа с коллегами провела плодотворные переговоры. В частности, начала работу коалиция по противовоздушной и противоракетной обороне, которая объединила 15 стран при лидерстве Германии, Франции и США. По словам Умерова, обсуждалась работа восьми коалиций. Эти восемь коалиции, которые мы сегодня обсуждали, там принимают участие огромное количество стран. Более десяти на каждую коалицию. Каждая коалиция или объединение имеет свое видение, миссию. Это проговаривается заранее. Составляется план и, согласно ему, каждая коалиция работает. Она может делиться. Либо финансирование, либо тренировка, либо инфраструктура, поставка, закупка. Очень много измерений. Всего семь коалиций мы отработали сегодня на сто процентов. К усилиям по разминированию Украины официально присоединилось 20 стран. Также Умиров поблагодарил Литву за лидерство в коалиции. Она закладывает те возможности, которые будут использованы Украиной в будущем. То есть разминирование сельскохозяйственных угодий, разминирование городов, сел, лесов, наверное. Потому что есть лесопосадки, леса, которые просто уничтожены. И там огромное количество боеприпасов, которые остаются после активных боевых действий. Ну и в какой-то мере, да, действительно, они направлены и для частичной помощи нашим военным, которые используют некоторую технику, особенно дистанционного разминирования, для решения своих боевых задач. Великобритания поставит Украине еще тысячи дронов в рамках своего пакета на сумму 200 миллионов фунтов. Вместе с Латвией она возглавит крупную коалицию дронов для Украины. К инициированной Латвией коалиции дронов, которые будут переданы Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около 20 стран. Австралия выделяет финансовую помощь на поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 миллионах долларов. Деньги пойдут на закупку приоритетных военных средств. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Австралию и премьера Энтони Албанезе за вклад в оборону Украины. Наши страны могут быть географически далеки, но общие ценности демократии, прав человека и верховенства права объединяют нас. Мы никогда не забудем Австралию и ее поддержку. Владимир Зеленский, президент Украины в соцсети ИКС. Также послы 27 стран Европейского Союза на встрече 14 февраля согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины объемом 50 миллиардов евро. Как отмечается в публикации Financial Times, документ должен быть одобрен Европейским парламентом, а денежные средства начнут поступать уже в начале марта. Юлия Биль для телеканала Freedom.